1400 квадратных метров нового асфальта покрыли двор трех домов на Мичуринской. Проект благоустройства оценили в миллион 600 тысяч рублей. Однако главная беда местных жителей не ямы и ухабы, а вода, которая при любом удобном случае стекает с соседних улиц и топит двор. Проблему создает неудачный рельеф местности. Проблема состоит в том, что Михайлова улица выше, чем наша дворовая территория. У нас пожелания были, например, бордюр на той стороне поставить, чтобы у нас затекания воды не было со стороны улицы Михайлова. Здесь сделали яму, многие недовольны тем, чтобы здесь вот такая яма у первого подъезда. Возле первого подъезда дорожники сделали крутой уклон для стока воды. И на дне этой воронки, как опасаются жильцы, может образоваться стоячее болото. Признать благоустройство завершенным двор готов только после проверки. Подрядчик утверждает, что все нормально, вода не будет собираться. Жильцы говорят, что будет собираться. Поэтому сегодня 8-кубовую машину, 8-кубовую здесь выльем, посмотрим, куда потечет и что останется. Исходя из этого, приемка этой территории приостановлена, приемка работы, хотя работы, в принципе, завершены, до решения этого вопроса. Если будут выявлены места, где будет скапливаться вода, значит подрядчик будет переделывать эти участки. Чтобы решить спор, обе стороны ждали сильного дождя. Небо, увы, ливнем не разродилось, поэтому пришлось брать все с свои руки. Тяжелый водовоз заодно проверил асфальт на прочность. Для чистоты эксперимента пролить искусственные осадки решили с трех разных точек. Перед домом дорожники сделали водораздел, так что ручьи поочередно обогнули дом справа и слева. Двор на Мичуринской пролили водой со всех сторон. Опыт показал, что вода сливается прочь из двора. До этого добивались и жильцы, и подрядчик. Это как собирать бильярдные шарики на вершине холма. Восемь тонн воды резво покинули пределы двора, оставив на дорожках лишь небольшие лужицы. Конечно, проблему полностью могли бы решить специально оборудованные стоки или дренажная система. Но такие работы не влезли бы в смету. Сделаны работы качественно, двор преобразился, и претензий к подрядчику таких вот серьезных нет. Мы взяли пробу асфальта по толщине, соответственно, нормативному 6 сантиметров. Сейчас на водостойкости прочность пробу в течение трех дней сделаем. Тогда уже окончательный вердикт будет готов. Подрядчику пришлось маневрировать в рамках сметы, и насколько он преуспел, покажет последняя экспертиза. Важно понимать, что изначально сложный рельеф улицы и двора компенсировать одним капитальным ремонтом затруднительно. Павел Юрасов, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова, Область новостей.